Здравствуйте! Вас приветствует адвокат коллегии адвокатов особое мнение Риткин Владимир. В настоящее время поступает масса вопросов о том, что же такое банкротство физических лиц и как оно работает. Сегодня я постараюсь рассказать вам, как его можно применять. Закон от 29 декабря 2014 года ввел в законодательство Институт банкротства физических лиц. Изначально предполагалось, что он вступит в силу уже с 1 июля 2015 года. Однако, как оказалось, суды общей юрисдикции, в подсудность которых предлагалось отнести дела о банкротстве физических лиц, к такому повороту событий, просто не готовы. В результате был найден оптимальный вариант – сдать все такие дела арбитражным судам, вне зависимости от того, имеет физлицо статус индивидуального предпринимателя или нет. Объяснялось это просто, ведь арбитражным судам не в диковинку дела о банкротстве. Однако, это стало также и причиной переноса вступления закона о банкротстве физических лиц на 1 октября 2015 года. А с учетом того обстоятельства, что такие дела все же имеют свою специфику, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 13 октября 2015 года свел воедино возможные проблемы, с которыми при рассмотрении названной категории дел могут столкнуться арбитражные суды. По вполне понятным причинам, это своего рода инструкция, которая обязательно для применения судами представляет интерес для всех участников подобного рода отношений, как должников, так и кредиторов. В первую очередь, Пленум Верховного Суда разъяснил, какие требования считаются при определении размера долга физического лица. Дело в том, что в пункте 2 статьи 213 прим. 3 закона 26 октября 2002 года сказано, что заявление о признании гражданина банкротом принимается судом при условии, что требования к нему составляют не менее чем 500 тысяч рублей и не исполняются в течение трех месяцев с датой, когда они должны быть исполнены. В связи с этим, собственно говоря, и возник вопрос, учитываются ли требования, которые возникли до 1 октября 2015 года или нет. Пленум Верховного Суда ответил на этот вопрос однозначно – учитываются. Причем складываются все требования, в том числе возникшие в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Надо сказать, что этим воспользовались многие банки, подготовив к 1 октября 2015 года списки всех проблемных должников, в отношении которых были поданы заявления о признании их банкротами. Второй немаловажный вопрос касается, собственно говоря, порядка определения подсудности дела о банкротстве физических лиц. По общему правилу, такие дела приписаны к арбитражному суду по месту жительства гражданина. Однако здесь могут быть проблемы, когда нет постоянной регистрации, снялся с регистрационного учета или проживает за рубежом. Их пленум разрешил следующим образом. Место жительства может подтверждаться документами, удостоверяющими регистрацию физлица в органах регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской Федерации. Или выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если же его местонахождение неизвестно, или известно, что он находится за пределами Российской Федерации, то дело о банкротстве рассматривается арбитражным судом по последнему месту жительства. В целях проверки достоверности сведений о месте жительства гражданина, указанных в заявлении о признании должника банкротом, при подготовке к делу к судебному разбирательству, Верховный суд предлагает суду запросить данные о месте жительства должника в органах регистрационного учета. Кроме того, Пленум Верховного суда указал, что при наличии у должника статуса индивидуального предпринимателя возможно возбуждение и рассмотрение только одного – дело о его банкротстве. При этом особо отмечается, что к индивидуальным предпринимателям, которые являются главой фермерского хозяйства, положение закона о банкротстве, касающей банкротства граждан, не применяется. Таких индивидуальных предпринимателей следует банкротить по общим правилам. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают сам должник, конкурсный кредитор, в том числе по требованию о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, уполномоченный орган. В отличие от банкротства юрлиц, в данном случае имеют место определенные особенности. Так, при обращении с заявлением о признании гражданина банкротом отсутствует необходимость предварительного опубликования заявителям, в том числе кредитной организации, уведомления о намерении подать такое заявление. Кроме того, в заявлении о признании должника банкротом указывается только саморегулируемая организация, наименование и адрес, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий. А уже суд принимает заявление и запрашивает у данной саморегулируемой организации кандидатуру финансового управляющего для утверждения в деле о банкротстве должника. То есть, если в заявлении будет указано только конкретное лицо в качестве финансового управляющего, то суд оставит его без движения. Должник при подаче заявления о признании себя банкротом должен приложить к нему достаточно объемный пакет документов, перечень которых проведен в пункте 3 ст. 213 Прим. 4 Закона о банкротстве. В случае же, когда с заявлением в суд обращается конкурсный кредитор или уполномоченный орган, то от гражданина требуется отзыв на это заявление подкрепить документами о своих доходах, банковской справкой о наличии счетов, вкладов, депозитов в банке или об остатках денежных средств на счетах во вкладах-депозитах, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам, депозитам граждан и т.п. Здесь важно то, что вне зависимости от того, кем подано заявление в суд о признании гражданина банкротом, указанные документы должны содержать сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи заявлений о признании должника банкротом. Также при обращении в суд с заявлением о своем банкротстве физическое лицо обязано внести в депозит арбитражного суда деньги на выплату вознаграждения финансовому управляющему, приложив к этому заявлению доказательство наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве. По ходатайству физического лица суд может дать должнику отсрочку для внесения на депозит вознаграждения финансового управляющего, но только до первого судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании его банкротом. При этом Пленум Верховного Суда подчеркнул, что предоставление конкурсному кредитору или уполномоченному органу отсрочки при внесении денежных средств в депозит суда на выплату вознаграждения финансовому управляющему законом не предусмотрено. Один из принципиальных моментов, которые хотелось бы выделить отдельно, это добросовестность должника. Дело в том, что с помощью банкротства гражданин может скинуть с себя непосильные для него долги. Очевидно, что такой возможностью будут непрочь воспользоваться в том числе и физики, которым есть чем платить по счетам, но они очень этого делать не хотят. В постановлении Пленума Верховного Суда четко прослеживается линия о недопустимости злоупотребления правом таким должником. К примеру, речь идет о плане реструктуризации задолженности. По общему правилу, при его утверждении последнее слово остается задолжником, что, с одной стороны, вполне логично, ведь он лучше других знает свое финансовое положение и может оценить, насколько этот план в реальности осуществим. Но, как указано в пункте 30 постановления Пленума, в исключительном случае утверждение плана возможно и без одобрения должника, если будет доказано, что несогласие должника с планом является злоупотреблением правом. И высшие суды привели тому очень красноречивый пример. Не обладающий ликвидным имуществом должник, стабильно получающий высокую заработную плату, в целях уклонения от погашения задолженности перед кредитором за счет будущих долгов, настаивает на скорейшем завершении дела о его банкротстве и освобождении от долгов. Обратите внимание, если суд придет к мнению о том, что добросовестное сотрудничество должника и физического лица с судом, финансовым управляющим и кредиторами не обеспечивается, например, должник скрыл или не предоставил сведения о необходимой суду или финансовому управляющему, и это может отрицательно повлиять на возможность максимального удовлетворения требований кредиторов, затруднить решение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела. Суд имеет право не применять в отношении такого должника правила об освобождении от исполнения обязательств. Это сказано в пункте 42-м постановления Пленума Верховного Суда. При этом, по общему правилу решения о неосвобождении должника от обязательств, суд принимает при вынесении определений о завершении и реализации имущества должника. Однако, если обстоятельства, являющиеся основанием для принятия такого решения, будут выявлены после завершения и реализации имущества должника, соответствующее судебное определение, в том числе и в части освобождения от обязательств, может быть пересмотрено по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа или финансового управляющего. В справедливости ради отметим, что Пленум Верховного Суда не допускает злоупотребление правом и со стороны кредиторов. Так, в соответствии с пунктом 31-м вышеуказанного постановления, арбитражные суды не должны утверждать планы реструктуризации, в которых не предусмотрены средства на проживание должника и членов его семьи, находящихся у него на иждивении, не менее величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе, а также те, при реализации которых будут существенно нарушены права и законы интереса несовершеннолетних. В завершение отметим, что законодательство о банкротстве находится в состоянии кардинального реформирования. Его положения посвящены несостоятельности физических лиц пока еще далеки от совершенства. Причем в них даже есть некоторые противоречия. К примеру, с одной стороны, суд принимает заявление о банкротстве физического лица только в случае, когда объем денежных требований к нему превышает 500 тысяч рублей, а с другой стороны, подать заявление о своем банкротстве физического лица вправе вне зависимости от размера предъявленных к нему требований, когда очевидно, что исполнить их он уже не может. Плюс ко всему, представляется, что механизм банкротства физических лиц достаточно сложный. И пока осилить его в состоянии в основном только продвинутые физические лица. Об этом свидетельствует в частности тот факт, что сейчас банкротятся достаточно именитые и не такие уж и простые физические лица. Владелец аквапарка «Лимпопо» и КРК «Уралец» Николай Кретов, депутат регионального законодательного собрания Геннадий Ушаков, собственник Покровского пассажа Игорь Владимирович и тому подобное. Однако думается, что спешить с выводами пока же все же не будем. Пока минимум стоит дождаться судебной практики по таким банкротным делам. К тому же в Госдуму уже внесен несколько законопроектов, направленных на совершенствование Института банкротства физических лиц. С вами в студии был адвокат коллегии адвокатов «Особое мнение» Редькин Владимир Владимирович. Спасибо за внимание.